Приветик! С вами Татьяна Васильева, преподаватель по тенвислу и блокфлейте, и другим флейтам. Сегодня будет очень интересная тема нашего стрима, как научиться чувству ритма, как развить чувство ритма в себе. И конкретно сегодня мы поговорим о всяких сложных размерах, размеры типа 7 восьмых, 7 четвертей, 5 четвертей, 5 восьмых, то, что звучит довольно страшно для многих ушей. Но на самом деле это одна из моих любимых тем, прям, ну, в музыке, наверное, чуть ли не самая любимая, потому что я с детства люблю всякие какие-то такие штучки, где что-то необычное, да, а в необычных размерах довольно редко встретишь музыку, но она встречается и даже в ирландском траде, ну, как бы не совсем траде, но в ирландском, да, встречается. То есть, если посмотреть шоу Майкла Флетли какие-нибудь, да, там вы встретите такие размеры. Например, вот популярная мелодия Riverdance, которую я сейчас напою, я когда-то её на блокфлейте играла, или на флейте. А может, я её сыграю сейчас? Сейчас попробую. Да, точно, можно сыграть, но там дальше уже будут всякие злостные вариации в этой мелодии. В общем, она была в Riverdance, и ещё там одна была, тоже с необычным размером. Вот, может, вы помните ещё такую, да. Там тоже злостные всякие семь четвертей какие-то, да, переходящие и в шесть восьмых, потом снова в семь четвертей. В общем, вот такими страшными делами мы сегодня займемся. Но напомню, что стрим благотворительный, он посвящен бездомным животным, и у меня есть очень хорошая подруга, которая занимается бездомными животными. Она их подбирается улице, пристраивает и лечит перед тем, как пристроить всякие процедуры, манипуляции, все делает, чтобы у животных был больше шанс попасть в добрые руки. В общем, я перечислила денежку бездомным животным, Валерия тоже перечислила, а также Владимир тоже это сделал. Я предлагаю вам присоединиться, тоже помочь бездомным животным. Я сыграю приветственную мелодию, называется... Называется... Сейчас вы узнаете, как она называется. Она, кстати, тоже в необычном размере, попробуйте сообразить, что за размер. Ну, кажется, так вот как-то оно звучит примерно. Надеюсь, что вы угадали. Это одна из групп, которые я любила слушать, когда я училась еще в медакадемии, потому что я врач еще. И тогда я любила такие группы слушать. Это мелодия Pink Floyd, ну, точнее, это песня Pink Floyd называется Money, деньги. И там размер 7 восьмых. Может быть, не всю песню, конечно, я прям всю песню не считала от и до, да. Но сам главный мотив, он строится как раз на размере 7 восьмых. Получается... Вот это вот все один такой мотив, который постоянно повторяется. И давайте считать. А вот это та уже не считаем, потому что это уже начало опять повтора мотива, да. Получается вот. 7. И опять началось, да. Значит, да, 7. Или не восьмых, может быть, это... Да, это больше, кстати, да, четверти, наверное. 7 четверти. 7 четвертей. Вот такой вот размер, необычный урок группы Pink Floyd. Ну, теперь я расскажу вообще, как подружиться с такими размерами, что это такое. Ну, вообще, зачем такая музыка, да, с такими размерами? И встречаются ли они еще где-нибудь, кроме Риверданса, да, и Pink Floyd? Ну, во-первых, встречается и даже очень много, если так покопаться, то в сербской музыке, ну, вообще, в принципе, в восточноевропейской музыке часто встречаются такие размеры. Они популярны именно вот там, где жарко, да, но при этом еще и европейцы, да, живут. Ну, и, кстати, может быть, может быть, не только в восточноевропейской музыке, возможно, и в вообще восточной, да, музыке, в азиатской. Там, как бы, я еще не копалась, да, особо подробно, но тоже могут присутствовать. Ну, и, собственно, вот в чем я сейчас одета, да, тоже это может навести вас на мысль. Почему я так одела сегодня, да, сейчас покажу, если полностью, как бы, да, уж, чтобы вы узнали, что это такое. Это индийское такое платьишко, платьишко, да, наряд такой. В индийской музыке это очень популярные размеры, вот эти вот все необычные, про которые у нас стрим сейчас, да. В индийской музыке это настолько популярно, вот эти вот, я имею в виду классической индийской музыки, настолько популярно вот это вот все вот счет до 7-8, да, до 7 четвертей там, 5-8, 5 четвертей. И все это вот чередуется, первый такт, допустим, 5 четвертей, второй, 7-8, да, третий такт, еще какой-нибудь страшный. Вот это вот все в индийской музыке прям, ну, на каждом шагу. Ну, я имею в виду не ту музыку, которая в фильмах, где там танцуют, да, и пляшут, и постоянно признаются в любви. Нет, конечно же, если послушать Закира Хусаина, да, Шувкумара Шарма, Харипрасата Чаурасия, это флетист. Ну, кто флетист, наверное, все это знают, да, кто это такой. Вот, у них там, конечно, очень много, и трио Гурту, кстати, тоже, да, у них много вот такого вот необычного. И не только в индийской музыке, да, рок-музыку, если то же самое брать, если брать всяких арт-рокеров, джазменов, там тоже хватает такой музыки с необычными размерами. Так что вы еще, может быть, столкнетесь с этим, да, если будете больше меломанить, да, интересоваться этим всем, то, может, и вам понравится когда-нибудь. Ну, и теперь давайте плавно перейдем к тому, как это все понимать, да, как к этому всему привыкать, и, собственно, воспроизводить, если вам вдруг это стало как-то интересно, да, нравится. И первое, что я хочу сказать в этом плане, да, как вообще в это все вникнуть, попробуйте сначала вникнуть в простейшие какие-то конструкции, даже без инструмента, да, ритмические, да, без инструмента, просто берем и артикулируем, как индусы. Сейчас будет все на основе конакола. Конакол — это у индийцев, у индусов, у индийцев, конакол — это такой вид искусства, когда мы ритм говорим языком, то есть они проговаривают то, что вот мы на барабанах играем, да, они это проговаривают языком и очень быстро. Ну, бывают и медленные ритмы, да, а бывают там какие-то супербыстрые, где они прям тараторят, да еще и по-всякому, чтобы обозначить именно доли и размер. Это прям целое искусство, и, ну, довольно много этого конакола можно найти в ютубе, если вбить, да, вы посмотрите, увидите, что прям красотища. Сейчас я напишу, как это правильно выглядит, да. Конакол. Ну, через две буквы «Н». Бывают даже курсы по конаколу, но, по крайней мере, у меня один какой-то где-то лежит скачанный курс «Как научиться конаколу». Ну и, собственно, как это все выглядит, да, и как ритм воспринимать вот такой сложный, да, семь восьмых, там, шесть, там, шесть четвертых, там, да, ну, хотя шесть четвертых — это просто, да, пять четвертей, да, вот такое. Как это все выглядит? Я сейчас попробую вам как раз вот процитировать, ну, не сильно быстро, потому что я не индус все-таки, да, попробую процитировать какую-нибудь ритмическую конструкцию из конакола. так атак 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 типа такого да получается то есть они повторяют все время какие-то одинаковые слоги и эти слоги как-то вместе они формируют размерный вот эти вот паттерны по тактово короче если русским языком говорить то вот эти так а это получается 1 2 до то академии это получается 1 2 3 4 так а то это получается 1 2 3 но если мы соединим то к и так а то это у нас как раз будет 1 2 и 1 2 3 и так у нас получится 5 четвертей размер давайте попробуем то-ка-то-ка-то причем на то надо делать больше ударения не не просто одинаково все проговаривать по громкости да а делаем больше ударения все-таки на то-ка-то-ка-то только все еще в одном как бы в одном темпе сейчас есть чуть неправильно сделала давайте в одном темпе все эти слова проговорим да и даже давайте напишу вот этот пять четвертей то-ка-то-ка-то получается у нас идет так а это 12 то есть вот один это два а дальше так это это раз два три то есть то это раз к два то это три и получается ударение у нас здесь над ты до ударение на то здесь ударение на то но последнее то у нас без ударения потому что это конец нашей фразы и получится то-ка-то-ка-то-ка-то сначала медленно попробуем под хлопки и хлопки у нас будут там где стрелочки да там и хлопки то-ка-то-ка-то-ка-то-ка-то-ка-то-ка-то даже вот когда трех сложный такой у нас да получается вот этот элемент да то мы можем попробовать чтобы еще есть не нам было сделать хлопок на то потом к чуть-чуть отодвинуть руки а дальше то последнее да вот этот тихо это можно еще сильнее отодвинуть руки то есть чтобы был вот этот трех частный компонент до такой то-ка-то-ка-то но еще раз попробуем сначала до медленно просто хлопки и так а так а то будем говорить да где первая то громкая но там где вторая стрелочка там тоже так громкая так мы сделаем сейчас пять четвертей наш наш довольно сложный размер или это пять восьмых будет зависимости от композиции что там будет в мелодии до в композиции сейчас у нас чисто просто ритм теперь чуть-чуть быстрее пробуем теперь еще быстрее ну и еще быстрее при желании если у вас вдруг получилось до этого то пробуем ну индусы, кстати, тоже в конакале хлопают во время вот этого проговаривания у них еще хлопки формируют основные доли то есть они прям эти доли и хлопками подчеркивают иногда еще и каким-нибудь барабаном и словом, да когда они так говорят ну не словом, а этим слогом, да они еще с интонацией определенной вот это говорят не просто така-така-така-така-така-така а именно так как-то вот немножко эмоционально выделяют, то есть говорят така-така-така-така-така така-така-така-така ну, я немножко, может, не так выделяю эмоционально, но у них прям у них как-то вот прям это характерно звучит, первая буква-та Можно те же пять четвертей Но сыграть наоборот Сначала вот этот трехсложный момент А потом уже двухсложный Тоже это будет зависеть от той композиции, какую вы играете Бывает, что именно вот так встречается такая конструкция Чтобы акценты именно так были расставлены Что первые два слога, первый акцент И дальше три слога вот этих, второй акцент В начале первого из этих трех слогов А можно играть и наоборот Переставить эти слоги в начало И попробуем теперь наоборот Сейчас я нарисую Так, а, та, как, так Так, а, та, так, а Тогда тут уже та Так, а, та, така У нас получилось, да Здесь у нас акцент на первую ноту, да На первый слог И здесь акцент на первый слог Вот в этом двухсложный, да И получилось Это первая доля, вторая, третья Тех, где первая громкая, вторая, третья тихие Здесь первая громкая, здесь вторая То есть мы пять четвертей Вот у нас пять четвертей Что-то я поздно обозначила, да Пять четвертей мы разложили В первом случае на 2 плюс 3 А во втором случае 3 плюс 2 И так, и так правильно Будет зависеть от того Ну, где правильнее, да Зависит от того, где Ну, как продумана композиция Сама мелодия Тут именно от характера мелодии Будет зависеть, как вам с акцентами, да Тут быть Как в первом варианте Или как во втором варианте сделать Ну, и теперь Пробуем так же Тренировать С хлопками Пробуем быстрее И еще быстрее пробуем Ну, и если вдруг у вас легко Это все получилось, да Можно еще быстрее Ну, и еще быстрее Ну, и еще быстрее Ну, и еще быстрее Вот То есть прям как у индусов Это тогда получится Если вы научитесь разгонять это все, да Но постепенно Чтобы ошибок тут не было Да, если на каком-то из темпов Где-то ошибки Или вам уже чуть-чуть некомфортно, да Снижаем тогда темп Делаем помедленнее Доходим до того темпа Где вам было комфортно И у вас нету ошибок Где нет каких-то задержек Что вы там подумали Так, а что там дальше Так Вот, в общем, до этого Если дошло до такого, да Что вы где-то задумываетесь Что где-то чуть-чуть, да Уже тупите, да То тогда делаем ниже скорость И еще ниже, да Если даже на более низкой скорости Все равно сложно, да Ну, то есть разгоняться нужно очень постепенно И скорее всего волнами Чтобы вы вот дошли до какой-то Быстрой волны темпа, да А потом бац У вас перестало получаться И вы спускаетесь еще ниже Темп делаете И все равно не получается Значит, еще надо опускать темп Надо привыкать вот такими волнами Дошли до быстрого Потом опустились И еще быстрее Опять опустились И так постепенно в гору залезете И будете как индусы тараторить Ну вот, это у нас были Пять четвертей или пять восьмых В зависимости от того Насколько быстрая композиция Насколько много там внутри Вот этих вот так Каких-то еще больки Более мелких нот Более мелких долей, да Это прям вот мы основу сейчас взяли Этого размера Давайте еще и пять восьмых Восьмых тут перерисую Что это как бы тут принцип один и тот же В плане счета Ну и дальше Если вы научились артикулировать И хлопать, да Можно присоединить потом ногу И получается то же самое Вот как мы и сделали Така-така-та Сделать все с ногой Така-така-та Така-така-та Так же и здесь Вот така-та-така 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 Ну а потом Если уже вы более-менее к хлопкам Привыкли Берем висел Давайте возьму решный Играем на одной ноте Просто ту же самую артикуляцию Т-к-т-т-к Где Т мы больше немного выделяем Чем К, да Ну и вообще первую долю Если у нас Так, это я вот эту играла Вторую конструкцию нашу То есть первую долю Мы выделяем здесь И здесь Така-та-та-така И то же самое мы делаем И с этим упражнением Если на любой из нот Я вот сейчас сделала на ноте ля Если это стало получаться И в медленных темпах И в быстрых уже потом Ну, например До такого-то им подошли То Можно попробовать уже Чередовать нотки Как я говорила В других стримах По развитию ритма Что уже можно Если на одной Все получается в ноте Можно попробовать Например, селя Тренировать вот это чередование То есть я сделала Вот эту вот вторую конструкцию Но уже сделала Си-ля-си-ля-си Си-ля-си-ля-си И можно дальше усложнять Да Можно Не только по две нотки Си-ля-си Это я как пример взяла Можно любые нотки Чередование этих нот Тренировать вместе С таким ритмом Да Или нижним Или верхним В пяти четвертях Или пяти восьмых Можно Можно и потом Делать по три разных Да Например, ноты Или в интервал Делать две ноты Да Мы делали просто Соседние нотки А можно сделать Через Ну, перепрыгнуть Через ноту Да Делать соль си 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 и как я говорила до 3 ноты чередовать да уже например рэмми фадис и чего-нибудь там рэмми фадис мир и рэмми фадис мир и дать так попробуем сюда и вот такими всякими упражнениями типа таких вот что я показала да и более сложным можно придумать себе упражнения разные сочетания до нот в этом размере так мы заодно и пальцы приучиваем правильно становиться на отверстие да то есть мы и пальчики тренируем и артикуляцию тренируем и чувство ритма тренируем тут прям много пользы в таком то есть вы тогда и научитесь играть в сложных размерах вам они будут не страшны особенно если вы медленно сначала будете вникать в это если если они достаточно медленно сейчас играла можно замедлить видео нажать на шестеренку но есть такая шестеренка есть и в ю тубе и в контакте так что можно делать в два раза медленнее чем у меня было да или четыре раза медленнее тогда точно у вас получится но если вам достаточно да то пробуйте увеличивать скорость постепенно до увеличивать сложность передвижений пальцев чтобы были уже какие-нибудь конструкции типа варпеджио арпеджио это когда мы через ноту играем да например рифа тис для 2 октавы да и получилось я сделала так а то так а рифа десляры ля по десляры ля то есть тут уже и перепады воздуха тренируются до дыхательная практика идет уже что внизу мы должны тихо дуть вверху должны сильнее дуть до еще помимо того что до пальчики у нас учатся правильно ложится на свои отверстия заодно еще и дыхание потренируется вместе вот с такими сумасшествиями да так вот 7 восьмых один из даже самый самый мой любимый размер вот он тоже прост тоже его можно разбить на 223 или 322 вспоминаем карсона до помните момент где телефон когда фейна раневская такая говорит что хочет поучаствовать как и жулики да в телепередаче 322223 типа позвоните по этому номеру и можете выйти в эфир рассказать про свою историю ну вот тут тоже разбиваем 7 восьмых сейчас нарисуем его кстати вот как размер рисуется вдруг кто не знает до возле скрипичного ключа или басового но у нас в данном случае скрипичный потому что тин бисал это высокий инструмент и у него похожие похожий диапазон как и у скрипки поэтому скрипичный ключ для тин бисла рисуется и размер рядом с ключом но если какие-то еще знаки при ключе например фадис додис да то сначала знаки рисуются потом же размер ну сейчас мы пока знаки не будем рисовать у нас будет просто размер и мы сейчас такие же упражнения поделаем но в семи восьмых или что у нас будет с конаколом тут да тут можно диме даже применить можно так а диме всем димам привет так смотрим так как-то так а диме получилось 7 и давайте сделаем акцент здесь будет на первой ты так дальше на 2 ты так а диме диме уже надо не будет такого большого акцента но чуть-чуть есть поэтому я маленькую стрелочку нарисую небольшой акцентик потому что в основном у нас вот лучше делать так чтобы два каких-то акцента если небольшие такие размеры до 7 8 5 восьмых там лучше не делать кучу акцентов да а то мы запутаемся совсем пусть будет два акцента чтобы нам более-менее соображать тем более вот этот последний последнюю двоечку до двойной слог вот это да у нас будет диме акцентировать своей вот этой другой немножко интонации да ну и теперь давайте еще циферки расставлю да что у нас получается здесь 1 2 3 здесь трех сложный элемент такой целиковый до получился в этом размере мы его прям так зафиксируем а здесь четырех сложные и получается 3 плюс 4 равно 7 собственно вот так мы размер разбили по двум ну на 2 более-менее понятной конструкции да до 3 вы умеете считать надеюсь да и до 4 умеете считать так будет проще 3 плюс 4 размер будет у нас считаться раз два три потом раз два три 4 и вот эти последние два еще слогом мы как бы сделали 2 плюс 2 до чтобы еще было проще чтобы не считать раз два три четыре а вдруг надо четырех не до считаем да когда раз два раз два еще проще раз два три и так а диме это как бы раз два три 4 но диме это уже тоже как бы еще раз два в общем я Я имею в виду, что когда мы двоечками считаем, а не четверочками, будет еще проще. Поэтому сделала я вот такое разбиение. Раз, два, три. И здесь два, и здесь два. Даже хорошо, наверное, что я Диме немножко отделила. Что так, а сверху, а Диме и снизу. Чтобы было видно, что это не четыре подряд, как эта длинная такая гусеница, а всего лишь два плюс два. Ну, теперь давайте пробовать этот размер с хлопками. Если получилось, то будем пробовать быстрее. Теперь еще быстрее пробуем. Если продолжает получаться, да, пробуем еще быстрее. Така-така, Диме, така-така, Диме, така-така, Диме, така-така, Диме, така-така, Диме. И еще быстрее пробуем, да. Така-така, Диме, така-така, Диме, така-така, Диме, така-така, Диме, така-така, Диме. Еще быстрее. Вдруг у кого-то получилось, да. Така-така, Диме, така-така, Диме, така-така, Диме, така-така, Диме. получается 1 2 1 2 но вот после 2 у нас немножко длиннее идет вот это вот все вот эта конструкция да то есть у нас эти два хлопка ближе вот первый ко второму близко от 2 еще у нас вот это вот вся вот эта крокозябра то академии надо проговорить причем каждый слог идет одинаковое количество времени это надо обязательно делать да если у нас какой-то слогов медленнее или быстрее все у нас размер весь собьется и ничего не получится то же самое касается всех остальных размеров вообще всех надо все слоги одинаково по времени произносить да не должно быть так а то диме это так диме так не получится у нас да так у нас но все развалится точно мы не попадем ни в кого так что пробуйте если пока что у вас какие-то буквы быстрее дашь какие-то медленнее лучше делать все еще медленнее то-ка-то-ка-ди-ми может быть в таком даже темпе до чтобы успевать подумать про каждую букву сколько она должна длиться ну что по времени они все одинаковые как бусинки нанизанные до что первое вот это первый слог это как бусинка вторая значит второй слог как бусинга дальше 3 4 5 6 7 что прям 7 одинаковых бусинок просто первая бусинка больше в данном нашем до варианте этого размера по акцентам до первого бусинка больше вот это то и 4 и четвертая бусинка больше остальные бусинки примерно одинаковые вот такой принцип теперь давайте попробуем с ногой раз уж мы сейчас здесь до в этой конструкции а потом попробуем другой вариант тоже в этом размере теперь пробуем с ногой плюс хлопки да пробуем сначала медленно три-четыре так-ка-та-та-ка-ди-ми так-ка-ди-ми так-ка-ди-ми если получилось пробуем быстрее такая-ка-та-ка-та-ка-ди-ми така-та-ка-ди-ми так а -ка-та-ка-ди-ми иесть быстрее проходит так а то так а диме 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 но вот или еще быстрее так а то так а диме 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 с ногой если получилось более-менее ну может быть не так быстро да но если более-менее в темпе стало получаться можно попробовать перейти на весом тоже на одной нотке сначала да не нужно сразу целый гамма играть с этим размером но кстати я вам сейчас дам очень крутой лайф лайфхак но подождите чуть-чуть сейчас я вам покажу что можно с гаммами тут как нам привыкнуть к этому размеру значит сначала на одной нотке пробуем под ногу до чтобы у нас нога стучала там где стрелочки то нога дальше кота без ноги то есть нога поднимается да здесь опускается снова и бьет по полу до где следующая вот этот вот уже пошел да то а дальше к диме у нас нога не будет стучать здесь тоже она не стучит получается тут два стука должно быть и давайте на но тире будут пробовать но это медленно получилось так то то к диме но диме не не обязательно произносить на висле тогда мы там нету такой артикуляции так что получится так атака вот в этой вот конструкции у нас навесли уже не будет диме ну и дальше соответственно мы разгоняемся уже постепенно да и давайте сейчас быстренько этапы это уже следующие до какие-то скорости и постепенно доходим до каких-то еще быстрых и потом еще быстрее да и уже потом можно чередовать там да как я говорила в прошлом варианте в пяти четвертях до 4 чередовать нотки например ре ми фадис это вот первый да а вторые вот эти вот второй вот этот блок сделать например ре ми фадис соль да и что у нас тогда получится это уже я как бы миновал уже те этапы когда мы просто две нотки чередовали да сейчас я уже больше нот череду ну вот и тоже постепенно это разгоняем до каких-то приличных скоростей следим за артикуляцией за передовыми чтобы этого не было ничего да за дыханием за стуком ноги чтобы она не стучала совсем не туда куда надо да чтобы она обязательно совпадала с первой то и дальше вот с первой там в следующей вот этой конструкции да вот в первой и во второй чтоб только со стрелочками совпадала нога ну и потом еще более сложные придумываем упражнения можно тоже арпеджио погонять да но что вот я обещала вам сказать да чтобы привыкнуть к размеру 7 8 7 четвертей можно даже вот это вот и не делать вот эти упражнения которые я говорю да с ними но довольно сложно но по крайней мере все равно хорошо что я про них сказал потому что они полезны в принципе для тренировки пальцев артикуляции дыхания но в принципе вообще в 7 8 чтобы научиться играть и хорошо его понимать и легко ловить легко улавливать где-то в музыке да можно просто гамму играть у нас же есть 7 нот в гамме да если обычная гамма это дары ми фасоль ля си да в рэшном висле это получается рэ ми фасоль ля си до 10 7 нот 1 2 3 4 5 6 7 то есть мы можем играть гамму вверх гамму вниз то есть следующий следующее начало отчета будет с верхней ноты река которая во второй октаве да и будет обратно и телесенка рэ до 10 си ля соль фадис ми рэ ну точнее рэ это будет опять началом отсчета следующих 7 8 8 восьмерок или семи четверок да и что у нас это в итоге как это звучит да сейчас покажу это прям прям тут можно и до 7 досчитывать если медленно да но я бы все-таки предлагала под ногу это до 7 мы досчитали да и снова до 7 вот так а теперь предлагаю как вообще правильно было бы играть эту гамму да именно чтобы осознанно играть в 7 8 да не просто так гонять туда-сюда как попало да но без без какого-то осознания что-то за размер такой да я предлагаю тоже ногу сделать или с такими акцентами до чтобы было так это так а так а так а так а так а так а так и тогда получится у нас вот так с ногой сейчас медленно покажу но это медленно и дальше постепенно тоже развивать скорость я рекомендую чтобы был у нас постепенного так ну или еще быстрее да ну вот так если сложно на каком-то из этапов разгона да обязательно замедляемся не нужно мучиться на какой-то скорости до или с каким-то сложным передвижением пальцев что там все время ошибки и опять снова ошибки опять что целый час мучаешься и ничего не получается так конечно нельзя лучше снизить скорость медленно но верно двигаться более маленькими шажочками тогда у вас все получится ну и давайте попробуем следующую конструкцию чтобы у нас было не так это 1 до 3 а чтобы было так а так а 4 вот такая вот четверная до четверичная да вот такая конструкция чтобы было в начале как мы сделали с 5 четвертями да вот эту вот вещь переставим в начало а вот эту в конец то есть вот сейчас мы этим займемся и я кстати сейчас вот пока чтобы разбавить чуть-чуть вот эту атмосферу упражнений да я сейчас играю мелодию которую когда-то давно сочинила то мелодия которая сейчас игра на в таком индусском немножко стиле потому что я когда-то увлекалась индусами и поэтому сейчас я сыграю ну и собственно она семи восьмых одном из любимых индусами размеров если кому-то понравилось я могу ноты написать можете разучить ну такой простой мотив и тоже на таком мотиве довольно несложно этот размер усвоить семь восьмых ну и теперь давайте эту конструкцию закончим нашу до которую мы хотели сделаем сначала так атака или давайте да именно диме так и сделаем сначала для артикуляции до для произнесения так а диме так это так а диме так это будет так так а диме так а там вот значит первое у нас из четырех слагов состоит так а диме така первая вот это стрелочка у нас будет это у нас сильная доля очень сильная так одини так одини так это так одини так это здесь тоже будет сильная доля где у нас три слова да это раз два три 4 а тут 1 2 3 1 2 3 4 вначале да здесь 1 2 3 то есть это будет 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 и гамму тоже попробуем потренировать в таком ключе но сначала пробуем хлопать да потом топать и получится у нас то-ка-ди-ми-то-ка-то-ка-ди-ми-то-ка-то не забываем следить чтобы у нас то-ка-ди-ми чтобы все были одинаковой длины да если какой-то из слогов вы там что-то задумались дольше произнесли лучше в начало вернуться еще раз попробовать более медленно произнести чтобы у нас все было прям как одинаковые бусинки да по времени но по времени каждый слог одинаково это очень важно чтобы у нас нигде этот размер не сбился да вот все одинаково одинаково по времени пробуем еще раз только быстрее теперь до 34 так-ка-ди-ми-то-ка-то так-ка-ди-ми-то-ка-то по моему я не сильно быстрее сделала да давайте еще быстрее 3 4 так-ка-ди-ми так-ка-ди-ми-то-ка-то так-ка-ди-ми-то-ка-то так-ка-ди-ми-то заряду с пока дни така-то така дни така така дни так не так... ката но кто ещё жив может быть еще побыстрее попроем так одино так это так а деми так это так а деми так это так они так это так адемь не то как-то как ааде мне так это так а공ер и еще пробуем быстрее академии . Академия . Пробуем теперь с ногой. диме так а то теперь пробуем чуть быстрее до 34 так а диме так а то 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 еще быстрее пробуем 34 так а диме так а то 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 если опять же вы еще живы живы и смотрите сюда пробуем еще быстрее тогда 34 так а диме так а то 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 так а диме так Действительно, тут надо еще больше ресурса мозга, да, чтобы еще ногой управлять. Но надеюсь, что понятно, да, постепенное увеличение скорости сразу не надо так быстро, как я, да, сейчас показала у вас. Может быть, если, в принципе, вам сложно совпадать с ногой и с артикуляцией, может быть, у вас часы будут уходить на какую-то скорость, да, или дни, или недели. Это тоже нормально. Я тоже сразу научилась вот так разгонять все это, да, все это постепенно. Как я вообще училась тренировать конакл когда-то, как раз-то был конец нулевых. И пока я с сыном гуляла на детских площадках, ну, даже не на детских, а просто с коляской гуляла, я просто про себя это повторяла целыми днями. Так, а Диме, так, а Диме, так, а Диме, как это, как сумасшедшая, да. Ходила. Ну, никто это не слышал, естественно, потому что на улицах шумно, в основном там как-то, когда особенно снег, и транспорт по снегу едет, и ты себя даже не слышишь. И вот это вот помогло, то, что я повторяла, повторяла, и артикуляция натренировалась постепенно, и, естественно, чувство ритма тоже натренировалось. Раньше я намного хуже совпадала с метрономом, и с самой собой хуже совпадала. То есть нога у меня не хотела дружить с пальцами, да, и с артикуляцией. Постепенно более-менее все пришло в норму, и у вас тоже придет. Так что дальше, теперь следующий этап, это добавим висел. На одной ноте попробуем, опять же, да, вот это тако-диме, тако-то, тако-диме, тако-то. Только медленно сначала, да, под ногу. Нога у нас там, где стрелочки. Три-четыре. Можно даже телом помогать себе, как я сейчас поделала, да, специально, чтобы не пропустить этот удар. То я могу задуматься о чем-то, и все, мысли улетят, и у меня нога начнет стучать в каждый слог, а так не надо. Если быстро играть, у нас нога устанет слишком, да, если тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Конечно, надо, чтобы нога только в главной доле звучала, да, там, где стрелочки. Пробуем чуть-чуть быстрее. Три-четыре. И что нам еще, кстати, делать с дыханием, да, когда мы тренируем такие размеры? Я предлагаю, если медленно мы играем, можно дыхание брать где хочешь, да. Ну, захотелось взять на любой ноте дыхание, просто нота короче тогда делается, да. И за счет укорочения ноты мы берем на остатки ноты вдох. А если мы уже играем довольно быстро, и нам не успеть взять вдох, тогда мы уже заедем на следующую долю, да, пока вдыхаем, уже следующая доля наступила. Тогда лучше брать вдохи вместо какой-нибудь ноты. Например, так-а-ди, а ми уже мы вдох берем, да. Так-а-ди, так-а-да, так-а-ди, так-а-да. Например, так. Ну, я бы, по крайней мере, так сделала бы. Ну, не на каждом таком, да, так-а-ди, так-а-да. Ну, один раз так сделали, а дальше уже, ну, когда снова захочется вдохнуть, да. И не нужно до конца все это выдыхать так, чтобы потом сделать так. Ну, то есть, не нужно доводить свои легкие до нулевого объема воздуха, да. Нужно, чтобы было так, чтобы вам было комфортно, как при разговоре, да. Чтобы не было такого, что слишком уж мало воздуха. Ну, то есть, может быть, раза три проиграть вот так, так-а-ди, ми-так-а-да, так-а-ди, ми-так-а-да, так-а-да. Ми-так-а-да, а потом взять уже вдох на вот этой ми, да, так-а-ди, сказать, на ми сделать вдох. Но это когда более-менее быстрый темп, еще раз повторю. Ну, давайте еще быстрее попробуем, да. Может, где-то я как раз и возьму вдох на вот этой ми. Ну, не нота ми, естественно, да, а слог такой ми. Но здесь у нас на Весле это будет не ми, конечно же, да. Это будет так-а-так-а-так-а-так-а-так-а-так-а-так-а-так-а. Ну, пробуем чуть быстрее. Ну, и еще быстрее пробуем. Ну, и теперь еще быстрее попробуем. Попробуем, да. Самые смелые. Включайтесь. Ну, собственно, вот. Разогнали на одной ноте. Мы пробуем делать уже конструкции из двух нот, из трех, из четырех или скольки хотите, да. Уже можно тут экспериментировать с перепрыгом через ноту, да, или с соседними нотами. Это уж как захочется, да, как вам интереснее. Так у вас может и мелодия какая-нибудь сочинится, да, в таком интересном размере. Или в пяти четвертях, или пяти восьмых, семи восьмых. И если сочинится мелодия, пришлите, мне будет интересно. Я люблю необычные мелодии в необычных размерах. Ну, пробуем. Теперь давайте, да, поделаем. Например, соль, ля, си, ля, соль, фа, соль. Или соль, фа, диа, сми. Попробуем, да. Соль, ля, си, ля, соль, фа, диа, сми. Соль, ля, си, ля, соль, фа, диа, сми. То есть, вот я как бы от балды взяла упражнение, чтобы заодно и пальчики потренировались перебегать туда-сюда, да. Три, четыре. Если вдруг это не нравится упражнение, да, вы можете свое какое-то придумать. Какие-то другие делать лесенки или перепрыги через ноту, через две ноты перепрыги, да, через три-четыре, да. Ну, и опять же та же гамма, да. Ре, ми, фа, диа, соль, ля, си, додиа. И здесь уже будут такие акценты, как здесь. Тут было раз, два, три, раз, два, три, четыре. А теперь будет раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Пробуем теперь там, где стрелочки стучать, да. Получается здесь будет рэ, ми, фа, диа, соль, ля, си, додиа. И обратно. Рэ, то есть рэ, додиа, си, ля, соль, фа, диа, си, ми. Так что ли вроде? Пробуем. Три, четыре. Если медленно стало получаться, и при этом у вас нет передувов, каких-то, да, недодувов, может быть, пальцы где-то недопопадают по отверстиям, да. Если этого всего нет, ошибок нет, нога стучит там, где надо, да. Пробуем увеличивать темп. Ну, и вам комфортно. У вас, если лицо не напрягается, если лицо у вас довольно веселое, да, нет никаких зажимов где-то там в подмышках, не знаю, в лице или еще где-то, да, то можно сдвинуть темп. Пробуем побыстрее. Три, четыре. И еще быстрее пробуем. Ну, можно еще побыстрее пробовать. Ну, и так до бесконечности. Можно гамму делать в две октавы, да, получается до ноты Ре третьей октавы, а потом до ноты Ре первой, да. То есть сейчас я один раз покажу ее не сильно быстро, да. Но можно и такие гаммы тренировать, это будет еще полезнее, потому что у вас будет еще и дыхание приноравливаться, посильнее дуть, да, во второй октаве, а потом в первой октаве надо будет послабее дуть, еще слабее, еще слабее. То есть вы будете еще в течение вот этого вот тренировки размера 7 восьмых, будете еще и тренировать дыхание, пальцы, артикуляцию и слежку за тем, что вам хорошо, у вас ничего не напряжено, да, ни в теле там, ни пальчики, ничего, нету страдальческого выражения лица. Ну что, попробуем длинную гамму, да. Просто очень громко, я боюсь, как бы перегрузки не было тут в микрофоне. Ну, собственно, вот, гамму, допустим, потренировали, можно пробовать и какие-то мелодии находить, разбирать, да, если вы уже поделали вот эти упражнения с гаммой, да, и потренировались с хлопками, да, вот это вот все, если сделали, будет намного проще ориентироваться в этих размерах. И напомню еще раз, что стрим благотворительный, он посвящен бездомным животным, которыми занимается моя подруга Инна, зооволонтер, она подбирает брошенных бездомных животных на улице, выхаживает их, определяет в добрые руки, покупает им корм, прививки, стерилизует и лечит. Я уже поддержала с Валерием и Владимиром, так что вы тоже попробуйте, перечислите денежку и напишите мне в личку, сколько вы, если пошлете, да, и денежку, то, сколько отправили, чтобы она, ну, чтобы я знала, сколько пришло, что, сколько пришло со стрима, да, чтобы она уже мне отчиталась, что конкретно она сделала, какие она закупила для котов разные вещи. Ну, и просто еще добавлю, помимо того, что вот эти вот размеры, 5 восьмых, 7 восьмых, 5 четвертых, 7 четвертых, да, есть еще более сложные 11 восьмых, да, 15 восьмых, 13 четвертых, какие-то вот такие страшные. Их тоже я рекомендую раскладывать по двоечкам, троечкам, четверочкам, ну, например, тако Диме, это наша четверочка, да, которая состоит из 2 плюс 2, да, 2 плюс 2, тако Диме, легко, да, то есть можно вот так, берется, допустим, 11, 11 восьмых размер, да, и смотрим, что из него можно сделать. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три и раз, два. Получится 11, да, 3 плюс 3 плюс 3 плюс 2, вот вам 11 восьмых. Только, ну, расставить акценты нужно, да, правильно, просто мы в первой тройке ставим акцент на 1, да, на первую долю. Раз, два, три, потом еще раз. Раз, два, три, раз, два, три, а потом раз, два. И нужно, чтобы все нотки были одинаковые по времени, да, и тогда у вас получится 11 восьмых. И как это будет звучать у нас под хлопки? Така, 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 легко, вроде, да? Так что можете и другие размеры пробовать, разбивать по троечкам, двоечкам. Можно не обязательно 3, 3, 3, 2, да, сделать, можно 2, 3, 3, 3. Опять Фейна Ранерская вспоминается и малыши Карлсон 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2. Ну вот. Можно также, таким же образом сделать и 13 четвертей или 13 восьмых, да, тоже разбить по двоечкам, троечкам. И все остальные размеры. Или когда у нас мелодии чередуются, размер бывает такой, что то 7 восьмых, то 8 восьмых, то 7 восьмых, то 8 восьмых. Тоже удобно разбивать. Раз, два, три, четыре, раз, два, три. А потом уже раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре. То есть, DACA, DIMI, DACA, DIMI, DACA, DIMI. То есть это с хлопками будет. DACA, DIMI, DACA, DIMI, DACA, DIMI, DACA, DIMI, DACA, DIMI, DACA, DIMI, DACA, DIMI. То есть это 15 восьмых, сейчас вот я вам в 15 восьмых все настучала. Ну, надеюсь, что более-менее вам теперь не страшно, да, в такой теме разобраться. И будет теперь мелодия прощальная. И всем заниматься побольше, да, буду желать и новых результатов. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Ну что, всем пока! До новых встреч! Дима Торзок